здравствуйте мои дорогие мои любимые телезрители канала афонтова и конечно мои подписчики на канале youtube то есть здравствуйте вся россия здравствуйте украина здравствуйте литва и латвия здравствуйте швеция это вы так любите меня до матюгать но я доберусь до вас посмотрите пожалуйста сюда сегодняшняя тема вообще-то дружба народов и ягода которую мы все очень любим но ягода у меня особенная которую я очень люблю вот всей душой это сорт называется купчиха спряталась солнышко и как-то стало возможно дышать значит что я хотел сказать про эту ягоду и про ягоду вообще я надеюсь вы не забыли что обработка почвы перед цветением но сразу как только у вас кустики были почищены до стали зелененькие листья вы обязательно пролили их две столовые ложки на 10 литров воды раствором нашатырного спирта или аммиачной воды 10 процентный тот и другой 2 столовых ложки на 10 литров пролили по почве либо по укрывному помните да пролили молодцы значит вы избавились от таких проблем как долгоносик имейте в виду причем не только долгоносика не будет а еще не будет прозрачного клеща который с большим удовольствием сидит вот зайти вам прям покажу сидит он вот там внизу на стволиках цветоносов и листьев которые еще под землей там целые колонии прозрачных клещей и чтобы от них избавиться надо искать такие препараты как неарон шерпа актелек или фитоверм но если пролить все-таки раствором нашатырного спирта которые я вам даю две столовых ложки на 10 литров вот сто раз повторяю вы все время спрашиваете а сколько слушайте смотрите внимательно значит то и прозрачного клеща не будет пожалуйста в солнечную погоду на листья попадать нельзя сожжете так ягода купчиха она хороша тем что даже молоденькие кусты дают вот такие шикарные цветоносы посмотрите но у ягоды которая вырастет на следующий год цветоносов будет до 30 штук цветоносов они ягод то есть это будет вот столько на одном кусте ухаживать за ней просто кормить ее поить обязательно помните про наши коктейли которые до садовые дачные не наждачные а дачные где в бочке крапива дрожжи это сыворотка молочная и перегной или конс этот коровий навоз господи все перепутала и вот поливки еженедельные под кормкой или настоем черного хлеба и поливки еще раз в неделю два раза в неделю обильно поливаем лучше бы три раза в неделю и вот только тогда вы увидите великолепие этого сорта ягод и еще пожалуйста вот сейчас ягода отцветет то ее нужно еще раз пролить нашатырным спиртом не попадайте на растение только на почву очень аккуратно и когда уже соберете ягоду еще раз отработаете нашатырным спиртом она у вас будет абсолютно здорово но 1 и 15 августа вы дадите ей сульфат калия и суперфосфат если двойное то растворяете в воде и сульфат калия прекрасно растворяется либо одинарный и из него придется делать вытяжку но расход всегда один одна столовая ложка на 10 литров воды проливаем все растения которые уходят в зиму про ягоду не забудьте но такие растения как земляники клубники садовые это пионы флоксы это все что угодно они в конце августа и начале сентября и интенсивно образуют корневую систему и закладывают цветочные плодовые почки и деревья и кустарники запомнили молодцы значит ягоду оставим покой до полного созревания я надеюсь что мы ее еще снимем и я хочу угостить вас этой ягодой всего вам доброго и до свидания